Друзья, всем привет! Тема нашего сегодняшнего урока – зефир и маршмеллоу, или как его еще называют – гемофф. Некоторые кондитеры считают, что маршмеллоу и гемофф – это хоть и родственники, но не совсем одно и то же, но лично я думаю, что несмотря на разные рецептуры, которые ходят в интернете, это, в принципе, аналогичные сладости и фактически разные названия одного и того же продукта. Маршмеллоу можно готовить без тремалина и с добавлением белка, но я сегодня покажу рецепт как раз на тремалине и без белка. И таким образом мы рассмотрим две рецептуры – зефир, который как раз готовится на белке с растительным желирующим агентом агар-агар, и маршмеллоу, который мы будем готовить на тремалине с желирующим агентом желатин, которого, кстати, там достаточно много. Если вы, в целом, интересуетесь темой желирующих агентов, то можете почитать подробно про них у прекраснейшей Лены. В инстаграме у нее ник «Элен Данилов». У нее есть свой сайт, ссылка на него в профиле ее инстаграма, и как раз на сайте есть прекраснейшая статья про желирующие агенты. Очень подробная, очень толковая. Вот, пожалуйста, почитайте, если вам интересна эта тема. Друзья, ну что, давайте приступим к приготовлению зефира. Я буду делать зефир на основе яблочного и черно-смородинового пюре. Я уже сложила их в дежу. У меня здесь пюре яблок и черной смородины. Примерное соотношение – одна часть яблочного пюре и две части черно-смородиного пюре. Обычно я кладу один к одному. То есть, если я делаю не яблочный зефир, а фруктовый, я кладу там одну часть яблок, одну часть, ну, черно-смородина, например. Вот. Но сегодня у меня было чуть больше пюре черной смородины. Я мучительно вручную его приготовила из, собственно, ручно собранной смородины. Вот. И я решила использовать ее по максимуму. Черная смородина даст нам такой кислый, приятный очень вкус кислинкой. Вот. Разбавит сладость нашего зефира. Итак, у меня здесь 250 граммов пюре. Вообще я готовлю зефир по рецепту Нины Тарасовой, которая, в свою очередь, адаптировала рецепт от Ирины Чадейки. Я просто вам покажу, как вот именно я это делаю, так чтобы все хорошо получалось. Итак, вы можете взять только яблочное пюре, все 250 граммов. Вы можете разбавить его каким-то другим фруктовым пюре, клубникой, малиной, черникой, бананом, чем хотите. Вот. Единственное, что я советую обращать внимание, это то, что мы сейчас будем это пюре взбивать с яичным белком. Вот. И фруктовое пюре хорошо взбивается с белком, если в нем есть достаточное количество пектина. В яблоках очень много естественного пектина, в черной смородине его еще больше. И вступая в реакцию с белком, это помогает нам как бы хорошо взбить наше пюре. Поэтому старайтесь брать фрукты, в которых есть содержание пектина, не очень маленькая. Так, значит, здесь пюре. И сюда я добавляю один белок. В принципе, возьмите среднее яйцо, не маленькое, не большое, так, чтобы у вас получилось, ну, порядка 40-45 граммов белка. Вот. У меня здесь просто оставались белки. Я сейчас отмерю примерное количество. Ну, вот, 44 грамма. Вот. И буду готова сейчас поставить это все, взбивать в миксер на среднюю скорость. Пока отложим прямо на несколько минут. Дальше, что я делаю одновременно? Одновременно с этим я готовлю свой сироп для зефира. Для этого я беру агар-агар и свою волшебную мини-ложечку из прошлого урока. Нам понадобится 8 граммов агар-агара. Сейчас я его отмерю. Агар-агар, смотрите, производителя. Дело в том, что, ну, вот, лично у меня был очень негативный опыт с китайским агар-агаром. Я испортила пять очень крупных партий зефира, потому что он совершенно не подошел. Вот сейчас я использую и очень довольна последний год индонезийский агар-агар. Вы можете по производителю, просто по стране производителю в вашем магазине посмотреть, какой. Ну, вот, с китайским лично у меня не пошло. Я отмерила 8 граммов чрезмерную ложечку агар-агара и заливаю это все 150 миллилитрами воды. Вот мой способ приготовления таков, что я вот всей вот этой вот массе агар-агар с водой я хорошо размешиваю, даю ему раствориться, ну, и как будто бы начать набухать, хотя на самом деле это будет незаметно, но просто вот я советую вам, если есть такая возможность, пока у вас есть идут какие-то другие подготовительные работы, просто оставьте на несколько минут вот эту жидкость, прежде чем поставить ее на огонь. Так, и последнее, что нам понадобится, это сахар. Вот здесь у меня 400 граммов сахара. И когда нагреется наш агар-агар с водой, мы высыпем этот сахар в сироп и будем варить сироп до 110 градусов. Сегодня вам понадобятся, соответственно, как всегда, весы, будет нужен градусник, ну и, конечно, какой-то хороший планетарный миксер. Честно говоря, как взбивать зефир вручную, я не знаю, у меня не было такого опыта. Давайте приступать. Итак, друзья, я ставлю на среднюю скорость взбивать венчиком в планетарном миксере наше пюре с белком. Вот. Не нужно ставить очень большую скорость. Взбиваться будет он достаточно долго. У меня средняя скорость... Я пока не буду включать, потому что сразу звук будет очень шумный. У меня 6 делений. Я буду взбивать где-то на 4, на 4,5. Вот на такой мощности. Друзья, еще хочу обратить ваше внимание, что поскольку все-таки мы взбиваем белок, то чаша дежо должна быть абсолютно сухая, чистая, без жиров и венчик тоже. Иначе не взобьется так, как нам нужно наше пюре с белком. Вот. Поэтому следите за этим очень внимательно. Итак, мы поставили взбиваться наше пюре. Этот процесс займет несколько минут. Ставим на среднюю скорость. И одновременно ставим на плиту нашу воду с агар-агаром. Размешивайте. Когда температура будет примерно градусов 50-60, но начнет подниматься пар, аккуратно засыпайте туда весь сахар. Продолжайте хорошо размешивать. Потому что при нагревании, когда агар-агар начинает уже работать, он может немного склеиваться на дне. И чтобы не было никаких там комочков, кусочков, все хорошо размешивайте. И эту массу мы теперь будем греть до 110 градусов. Помешивайте ее. Наше пюре продолжает взбиваться. Оно увеличивается в объеме постепенно. Вот поближе можно посмотреть. Мы оставляем его взбиваться. Наш сироп начинает закипать. В принципе, до 110 градусов он дойдет достаточно быстро. Но в спокойном таком режиме все равно помешивайте наш сироп. И ждем 110 градусов. Термометр старайтесь держать примерно на полсантиметра, на сантиметр от дна. То есть не кладите его на дно. Уже 107 градусов. Скоро будет наш сироп готов. Пошел такими уже крупными пузырями. Пюре увеличилось в объеме еще больше. И когда наш сироп готов, снимите его с плиты и дайте ему успокоить немножечко кипение. Прямо буквально, ну не знаю, полминутки или минуту поставьте. У меня уже пузыри успокоились. И сначала они прям так очень хорошо бурлят. И когда сироп успокоился, мы слегка снижаем скорость миксера со средней. Делаем чуть ниже, чуть спокойнее. И очень тоненькой струйкой мы вливаем наш сироп в зефир. Запаситесь терпением. Выливайте действительно тонкой струйкой. Добавляйте понемногу. Чтобы венчик успевал размешать наш сироп в зефире. Вот. Этот процесс такой достаточно медленный. Если по какой-то причине варка сиропа заняла у вас очень много времени. И все это время белки с фруктовым пюре взбивались. То есть смысл немножечко уменьшить скорость миксера в этом случае. Ну в процессе самого взбивания. Для того, чтобы нам не перевзбить белки. Часто бывает такая ошибка, что очень резко в чашу миксера заливается кипящий сироп в пюре. Прямо таким вот прям резким движением. И тогда есть вероятность того, что мы убьем наши белки. И соответственно масса, вы просто поймете по консистенции, она в итоге не взобьется. Будет очень жидкой. Вот. Поливаем сироп. К сожалению здесь достаточно темно и камера не показывает, что происходит. На самом деле ничего особенного не происходит. Масса зефирная у нас еще достаточно жидкая. Вот. И когда мы влили уже весь сироп, то можно увеличить снова скорость до средней или чуть выше. Ну 4,5-5 я поставлю. Напомню, что у меня миксер на 6. Параллельно пока сбивается зефир, это не очень долгий процесс. Но тем не менее вам хватит времени для того, чтобы приготовить насадку с мешком. У меня будет здесь открытая звезда. Ну достаточно простые розочки я буду делать. Вот. И подготовьте несколько подносов с бумагой или с силиконовыми ковриками. Их не надо ничем протирать, ничем присыпать. Просто чтобы у вас все было наготове. Потому что потом процесс будет очень быстрый. Подготовьте уже мешок кондитерский, наденьте его на стакан. И когда зефир вот взобьется, можно видеть уже, что он достаточно такой воздушный стал. Агар-агар начинает работать примерно при 40 градусах. Поэтому с зефиром надо будет очень быстро работать потом, очень быстро его отсаживать. И так мы взбили хорошо наш зефир. Обратите внимание, работать сейчас с ним надо будет быстро, но он не должен у вас сильно течь. Потому что когда он течет, вы сейчас отсадите из него розочку и розочка вот как бы опадет. В принципе, вот это почти готовый зефир. Я бы еще вот его взбила прям буквально 3 секундочки. Видите, он все-таки чуть-чуть слегка подтекает. Вот, и будем отсаживать. Друзья, вот наш зефир. Мне очень удобно его будет выкладывать сейчас вот таким вот чудесным скребочком многофункциональным. Напомню, что с зефиром лучше работать быстро, потому что он уже там при 40 градусах начинает схватываться. Вот, поэтому давайте работать быстро. Как всегда, мы закручиваем мешок. Ну и я буду отсаживать самые простые как бы розочки, ничего особенного. Возьмите, что-то, 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 что-то. И сейчас вот это. Я отсаживаю на бумажный лист Он ничем не смазан Я потом аккуратненько лопаткой их снимаю Мне как бы очень удобно Можно в принципе отсаживать Также на силиконовый коврик Нет никакой разницы Оставляем их Но в принципе можно оставить Но тоже смотря какая температура и влажность Можно оставить Бывает что хорошо взбитые Они не потокнут за 6 часов Но можно оставить на ночь Ну и смотрите по ситуации В принципе если они у вас не застыли через 10-12 часов И остались мокрыми То что-то пошло не так Может быть вы перевзбили белки Может быть сироп был просто кипящий И немного наши белки убил Или вы влели его слишком резко Вот здесь возможные варианты Нужно смотреть В принципе хорошо взбитое пюре Вот такие когда уже все в порядке Нужная консистенция И при отсадке зефир не опадает Он воздушный Прекрасный То есть они должны застынуть В общем-то достаточно быстро Часов 5-6 Наверное Но нет ничего страшного Оставить чуть дольше Единственное что на сутки Наверное не стоит оставлять Потому что они уже начинают высыхать Вот И потом мы можем просто их слегка Для того чтобы слепить Просто слегка присыпать сахарной пудрой Вот И склеивать пополовинке У нас прошло несколько часов Я чуть-чуть присыплю Чтобы было удобнее На самом деле много сахара Я тоже не люблю И когда их склеиваю Стараюсь его Ну всыпать Вот Но поскольку зефир все равно Липнет немного Так И теперь Я подготовлю какую-то емкость И мы будем по 2 половинки складывать Мне удобно это делать шпателем Опять же Если делаете не для себя Обязательно Перчатка Я вот так вот их скрепляю По 2 половинки Он уже сухой Красивый Вот смотрите Примерно Чтобы половинки Были одного размера Вот Ну и вот так вот я их скрепляю Видите Они с бумаги тоже прекрасно Отходят С этим нет вообще никаких проблем Если у вас какие-то получились Не самые красивые Можно вниз их спрятать И вот так вот мы собираем Все зефирки Итак, друзья, давайте теперь приготовим маршмеллоу Или гемофф Это популярная французская, американская сладость В теоретической части я говорила, что отличия между гемофф и маршмеллоу Либо нет совсем, либо у очень придирчивых кондитеров Они в минимальном наборе ингредиентов Я просто хочу вам показать эту разновидность зефира Род от веника зефира Но с другим желирующим агентом Мы будем делать сегодня гемофф без белка Хотя есть рецептуры гемофф или маршмеллоу с белком Вот Но с большим количеством желатина В принципе, нам нужно с вами 3 основных ингредиента У нас будет желатин Здесь у меня 20 граммов в листах желатина и вальф Про который я вам уже рассказывала Он уже замочен Потом нам понадобится 3 малин Кондитерский инвертированный сахар Вот, в принципе, обычный сахар И если вы хотите какой-то там особый фруктовый вкус вашему маршмеллоу придать То фруктовое пюре Я буду называть гемофф и маршмеллоу Давайте договоримся, что в сегодняшнем моем уроке это одно и то же Итак, у нас желирующий агент желатин Белка нет И в основном мы используем в этой рецептуре сахар В сотейник я уже сложила обыкновенный сахар Небольшое количество, меньшую часть 3 малина Рецепт вы найдете в описании к видео И точно так же я положила сюда черно-смородиновое пюре Для того, чтобы немного разнообразить гемофф, и это тоже самое работает и для зефира Мы можем добавлять в процессе приготовления небольшое количество ароматизаторов Ну вот у меня есть, например, для черной смородины, хорошо сочетается с черной смородиной экстракт фиалки Или, ну, лично мне еще нравится черная смородина с мятой Поэтому можно будет пару капель добавить на этапе смешивания в миксере Итак, какой у нас будет процесс? Он, в принципе, похож на то, что мы делаем с зефиром Мы сейчас поставим взбиваться большую часть 3 малина Ну, нельзя сказать, что он как-то сильно взобьется или изменится в размерах Он станет таким более гомогенным Тем более у нас здесь его достаточно небольшое количество Вот, и одновременно будем греть наши сахара с фруктовым пюре до 107 градусов Поехали! Итак, я ставлю 3 малина взбиваться в миксер, тоже на среднюю скорость И одновременно будем греть наше пюре Я всегда грею они на самом высоком огне Достаточно высокий, ну, выше среднего, скажем так Я отжала уже желатин от воды Ну, то есть все делаем одновременно, как всегда 3 малина взбивается, желатин мы замочили и уже отжали Вот, и ставим пюре Можно его, когда, ну, немножко нагреется, можно его размешать И потом просто наблюдать за температурой Опять же, 107 градусов, достаточно быстро будет готово Желатин я чуть-чуть потоплю в микроволновке Буквально несколько секунд, не перегрейте его Ну, просто, чтобы его легче было вводить Вот, можно там довести его до жидкого состояния Вот такого Вот, наблюдаем за нашим пюре Температура, в принципе, там много сахара Поэтому достаточно быстро оно будет готово 105,5, ну, прям еще совсем чуть-чуть Помешивайте его периодически Когда 107 градусов, мы его снимаем с огня И вливаем в наш 3 малина Здесь белки мы не убьем, но все равно старайтесь выливать как-то вот Очень аккуратно, не очень резким движением Вот, можно немножечко уменьшить скорость миксера И когда все пюре выльется, мы его скорость снова увеличим Не пугайтесь, если вам покажется, что жидкость в миксере какая-то очень странная И очень-очень жидкой консистенции Дело в том, что по мере взбивания Желатин и пюре и вместе с сахаром все будет работать И все будет взбиваться в нужную нам консистенцию После того, как мы влили пюре, можно влить в тяжелый желатин То есть добавляем на желатин в самую последнюю очередь Но когда пюре еще очень горячее Сейчас чаша очень горячая, она, наверное, 70 или 80 градусов И там прямо очень жидкой консистенции маршмелло Прямо можно вот видеть, что там прям жидкость Не пугайтесь, через некоторое время она взобьется Пока подготовьте противень Можно вылить маршмелло в рамку Я вот буду использовать лист гитары для этого Я хорошо его смазываю растительным маслом без запаха Вообще в работе с маршмелло в растительное масло без запаха Это очень важный продукт Также можно выливать маршмелло в рамку на силиконовый коврик В этом случае тоже его обязательно смажьте растительным маслом Видите, меняется консистенция То есть это уже не темная жидкость Маршмелло взбиваем примерно до 40 градусов Старайтесь взбивать его не очень сильно интенсивно Потому что он от этого будет чуть жестче, чем мог бы быть То есть на 40 градусов он достаточно нежный Он может у вас быть более густой консистенцией Но желатин там достаточно большое количество Конечно, даст ему застыть Итак, лопатку тоже, кстати, поскольку это очень липучий такой десерт Лопатку тоже можно смазать немножечко каким-то маслом Без запаха Мы все выливаем с вами в рамку Вот, можем разровнять лопаточкой аккуратненько И оставляем вот так вот застывать Оставляем застывать Ну, на ночь или на сутки Точно так же Но у меня тут особо нечего разравнивать Пузыри убирайте, если не хотите дырок потом Вот, он достаточно ровно ложится сам Вот, все, оставляем Вот так вот можно его немножечко разровнять еще Все, и оставляем до завтра Итак, друзья, у нас прошли сутки Мы с вами можем аккуратненько вырезать теперь наш маршмеллоу Из рамки Вот, и нарезать его там на квадратики или на что хотите Вчера еще не сказала Маршмеллоу можно как из ефира Точно так же отсаживать из мешка Вот, и тогда, например, там какими-то тоненькими полосочками мелко его нарезать Например, для какао или кофе Вот, или придавать ему какую-нибудь там интересную форму Вот, но чаще всего выливают в рамку Нож обязательно смазывайте растительным маслом без запаха Подготовьте себе какое-то блюдо или поднос, куда вы будете класть маршмеллоу Здесь у меня сахарная пудра и совсем чуть-чуть крахмала Вот, аккуратно мы вырезаем маршмеллоу Он очень липкий Вот, но потом восстанавливает форму Вот края у нас будут как бы не очень аккуратные Но тут уж ничего не поделаешь Мы потом это все обваляем в сахаре и крахмале В сахарной пудре, точнее Маршмеллоу режется, конечно, очень тяжело Очень сильно липнет к ножу Поэтому хорошо смазывайте маслом Можно присыпать сразу сверху маршмеллоу обильно сахарной пудрой Вот, чтобы разрезать на квадратики Можно отмерять их приблизительно линейкой Только не кладите линейку на маршмеллоу, если она не присыпана сахарной пудрой Можно, может показаться, что они выглядят не очень аккуратно Действительно так Но они сравняются Сахарной пудрой, когда мы обваляем Они будут выглядеть аккуратней Нарезать маршмеллоу действительно очень сложно Вот, поэтому если вам не очень нравится этот способ То можно отсаживать тоненькими такими полосочками с насадкой И на следующий день их просто нарезать Для кофе, для какао Или сплетать из них косички Из двух или из трех вот таких вот длинных полосок Это будет несколько проще, чем нарезать на квадратики Не переживайте, если они получились у вас не очень ровные Потому что в нарезке очень тяжело Прямо мучение Вот, хорошо их потом обваляйте, присыпьте Вот такие кусочки маршмеллоу Хорошо их обваляйте в сахарной пудре Маршмеллоу очень любят дети Зефир любят взрослые Редактор субтитров А.Семкин